Сибирь Так вот, я прям была, у меня на проводе Людмила из Финляндии, так, мы общаемся по WhatsApp, слава Богу, тут граница ни при чем. Значит, напоминаю нашим зрителям, что она человек непростой, буквально несколько дней назад Людмила, так, чей голос вы сейчас услышали, учила нас всех, чтобы мы лечили страшные раны с помощью жидкого раствора глины, и мы с ней для вас, друзья, сняли фильм. Вот, коротко, страшные раны, вот, результат, цветущее дерево, а еще ниже, еще ауча, страшная рана, результат, цветущее дерево, я поверил Людмиле, вот, и вот ее эти атрибуты, кисточка, наполовину разведенная, 50 на 50, глиняный раствор, жиденький, и для чего это, вот, результат, вот, для чего это все говорит. Я говорю, чтобы вы знали, что ко мне позвонил человек, который я очень уважаю, в свое время мы сняли пару фильмов, Людмила, напоминаю точно, вы только голос слышите, а люди все видят на экране, а вы увидите уже потом, когда фильм выйдет, вот, поэтому я сейчас напомню еще, до этого мы с вами по костикам разобрали работу финского питомника, который продавал нам саженцы по 8 тысяч, да, а как я его раскритиковал, там был и плюс, помните, прививка, улучшенная капулировка, этим меня они поразили, я ничего не скрывал, хорошее, и тут же опять этот дурацкий штамп и прочее, прочее, метровый, который вам пришлось заращивать, помните, вот, вы посадили саженцы, вот, и они, эти саженцы начали снизу опять расти, и мы подружились, потому что вы мне поверили, что их не надо трогать, вот, и не очищать штамп от этих веток, якобы незаконных, теперь, после этой преамбулы, продолжим наш разговор, я вас слушаю. Ну, тогда я расскажу немножко про глину, это было в 15-м или в 16-м году, когда вот у меня пострадала, здорово, алыча, называется, подарок Петербурга, на нее упала береза, и она сломала здорово сок, и это, да, 15-й или 16-й год, ну, я попробовала раствором, водным раствором глины, прошлась по этой ране, и больше ничего не трогала, просто наблюдала, это 15-й или 16-й год, а через 5 лет, вот, случилось с яблоней, яблони называются Кадет и Забеллы, их объели яблони, зайцы, и так объели, что, не знаю, прямо, можно сказать, была смертельная рана. Я тоже ничего не стала делать, кроме как обработала раствором, водным раствором глины, и вот через 2 года, сейчас 23-й год, она цветет, и я надеюсь на плоды. А, кстати, в 21-м году, когда вот ее зайцы объели, и я тоже так промазала, она в 22-м тоже дала плоды. Представляете, вот дерево болело, но цвело, правда, очень слабо, и на нее тля напала, но я тоже опять ничего не делала, никаких химикатов я не применяю, ничем не прыскаю, если только я могу, конечно, посыпать залой, а так больше ничего не делала. Вот, и после того, как я вот убедилась, что целый чай ничего не стало, а оказалось, что только польза, я также обработала и яблони. И вот теперь мы опять наблюдаем, рана хорошо заросла, просто удивительно. То есть не надо покупать никакие препараты, никаких смазок, замазок, вот, и такой простой способ. Надо, чтобы тогда, конечно, может, не только я еще кто-то пробовал, попробовал такие моменты сделать опыты. Ну вот, что еще я хотела сказать. Да, и насчет того, что вот листва бледна. Я думаю, что листва бледная на моих деревьях, здесь, в Финляндии, я думаю, что все-таки была очень холодная весна, холодная и не солнечная. Ну, деревьям не хватает света и тепла. Ну, надеюсь, сейчас у нас тепло. Вот, например, сегодня 30 градусов. Это просто удивительно. Ну, и сад по железу посаженный из косточек и семян от Валерия Константиновича тоже растет. Я со временем покажу материал. Так. Ну, и я хотела спросить вас, Валерий Константинович, вот как это случилось, что ложь стала правдой, что нас учат стричь деревья, делать обрезку. Весенняя обрезка, летняя обрезка, осенняя и еще и зимняя. Вот как это случилось, что вот так случилось, что все поверили вот в эту ложь, которые теперь, как правда, и миллионы подписчиков это смотрят и внедряют. Но среди моих знакомых садоводов здесь, конечно, не стригут, потому что все они выращивают сады по железу. И, ну, я хотела еще сказать, что, ну, вот дерево, это же вот живой организм. Вот живой организм. Там же сокодвижение. Там работают и листья, и корни, и кора. Все работает, все, живой организм. И этот живой организм ранят. Делают то, что здесь, скажут, вы нижние светки состригите, там пересекающиеся, там штамп уберите. И это такие раны, это просто как дерево все это пережить. И где будут урожаи после таких ран? Дерево болеет, ему надо в себя прийти. Вылечиться. А как вылечиться? Вот энергию тратить, и, конечно, на большие урожаи здесь рассчитывать нечего. Дерево, есть дерево, пусть растет, как ему дано было природой. Вот, я вот так. Ну, я просто удивляюсь, действительно, как это вот так нас всех убедили. Вот журнал, какие у нас были журналы, да? Приусадебное хозяйство, там все. Вот учат везде. И по телевидению учат, да? Программы такие, садоводы или что учат вас выращивать сады. Ну, в общем, у меня только один вопрос. Как это получилось, что вот так мы такие слепые оказались? Ну, то, что мы слепые. К счастью, встретила. Ну, то, что мы слепые, я же тоже начинал. Да, я встретила вас, и я поняла. Ну, я-то поняла вообще очень хорошо. Я просто это вижу. У меня на глазах мой сад оживает. А ведь я делала все то, чему учили. И чашу, чтобы дерево было как чаш, и чтобы нижние постричь надо, ветки вниз, которые пересекаются постричь. Это ужас, сколько ран я наносила своим деревьям. И ждала хороших урожая. Ничего не будет, если мы будем ранить, постоянно ранить дерево. А оно живое, оно живое. Вот, у меня вот это, конечно. В общем, на меня это привело впечатление, что, оказывается, выращивать сады можно легко, с радостью, не прилагая особых усилий. Пусть растет себе, как растет. И оно вот отдаст. Оно отдаст, конечно, все, что у него есть, и плоды, и будет радоваться и цветами, и плодами. Ну, и внешним видом, и всем. Ну, вот так. Вот так. У меня вроде бы такой был больной вопрос. У меня есть... Ну, и очень надеюсь, конечно, надеясь, что наша армия сады по железу будет расти, и мы все-таки придем к тому, к чему мы просто обязаны прийти. Мы должны выращивать сады, а не губить их. Вот. Вот так я вроде бы все сказали. Так, 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 так. Смотрите. С одной стороны, миллионы людей, которые задурены, это факт. Я сейчас один факт прямо сейчас приведу, реальный. Вот, с другой стороны, их в тысячу раз меньше, но у них задача это заработать на публикациях, на фильмах, а для этого нужно придумать, выдумать, в чем заполнить эти самые. Вы представляете, огромную яму, я такие фильмы видел и показывал вам. Огромную яму с десятком наполнителей, десятками минуваний, целый час роют, говорят, роют, заполняют, засыпают, садят, абсолютно негодные. Абсолютно. Его сразу выбрасывать надо, а его садят. То есть люди вообще некомпетентны. У меня таких примеров много, потому что они даже не ведут, что творят. Вот. И заработаны эти самые, это же съемка. И эту съемку федеральный канал показывает. А люди-то все это повторяют. А этот саженец уже снизу ветки отрезаны все. И вот получается, что это заработок чей-то. Вот. И мне иногда кажется, их тысячи таких, якобы специалистов. Они называют себя экспертами, они называют себя, свои программы мастер-классами. А там никакого мастерства нет, там родства. Вы правильно говорите. Вот. А вторая часть людей, они вынуждены продавать свою совесть, потому что изывечив дерево, они тут же показывают флакончики, как их лечить, эти деревья. Раны нет, лечить не надо. Так ведь? На наших глазах рану сделал. И говорят, а вот теперь вы ее убыли. Так ведь? Вот. А они победили, потому что люди, может быть, хороший летчик, может быть, этот самый, аптекарь, пекарь, но садоводство такое дело. Вот. Страшная доверчивость. И вот я сейчас приведу один пример. Вы, Людмила, увидите чуть позже. А я прямо сейчас покажу. Итак. Хорошо. Мой брат Юрий Железов пишет. Может пригодится. Он находит такие ролики. Я его сейчас открою, а вы потом убедитесь со мной, согласитесь. Итак. Хорошо. 1 миллион 136 тысяч 426 тысяч, то есть больше миллиона. Человек спрашивает, чем помочь черешни? Была тля, обработал, начали жаркие дни, листья начали вянуть, обработал бордовское смесь, неделя прошла, не помогло. Он, этот товарищ, автор вот этих вот, умирающей черешни, ее можно не спасти, она все, это мертвец. Я показываю сейчас 3 фотографии, так, которые человек разместил на этом канале, где миллион подписчиков, да. Вот она. Ну, это одна и та же черешня, только в трех видах. А еще будет четвертый вид. И здесь получается следующее. Он их упредил. Он уже обработал, основу обработал, и опять обработал, и пишет, не помогло. Им уже надо бы заткнуться, потому что, если бы он просто спросил, они бы сказали, обработать, а 3 обработать, обладательской жидкостью, и прочее, и прочее. то есть им уже крыть вроде нечем. Знаете, что потом будет? Я это оставляю для... У меня будет понедельник, а понедельник это 19-е. Сейчас вспомню. Да, 19-е. У меня будет вебинар. И я все это по косточкам разложу. А пока, знаете, тут в процессе как получилось. Вот. Подойдет формировка стройное веретено. А это моя любимая Ольга Исакова, которая подает совет, как искалеченное дерево. Заметьте, я пока 3 фотографии показал. Потом будете смеяться, Людмила. Дерево искалеченное, но еще не видели. И вот такая... Она уже увидела дерево действительно искалеченное. Знаете, как? Жутко. Ей снизу все ветки поотрезали. Эту черешню. И она начала умирать. Да? Вот. И она... Это их уровень. Вы понимаете? Если выпуститься темирязевки, продолжает эту же самую пропаганду, что она написала? Вам хорошо подойдет формировка стройное веретено. Сейчас человек возьмет вот это дерево, да? Вот оно. Черешня, которая умирает. Вот даже грех смеяться. Это трагедия. Потому что росла же. Две ягодки дала. Вот. И вдруг она умирает. И вдруг она говорит, сейчас вы из нее веретено делаете. То есть изувеченное дерево, которого сделали искусственный штамп, которое после этого начало умирать. Черешня находит на грани... Я потом подробнее... Я назову цифры, которые считаются крайними цифрами мороза для Черешин, да? У нас таких морозов практически в России-то и нет. Она должна умирать уже от мороза. уже. Так. А ее еще говорят, берем, человек уже заранее или такой получил из питомника с уже отрезанными нижними ветками. А теперь еще веретено делать. И вот это на всю страну. Миллион с лишним подписчиков. Вот. То есть вы задали вопрос, я отвечаю. Человеку ничто за это не получает. Вот она, которая совет дает. Зачем она тут? Почему она в очередной раз хочет убивать? Я здесь понял. Она бы сказала, что опрыскайте. Но человек уже упредел, он уже опрыскал. Вот примерно, это как нарочно, заползся до вас, мне брат присылает вот эту вот информацию. Дерево умирает. Самое большее, что можно его спасти, это оставить покой, как вы оставили в покое свои яблони. И они выжили, и начали ветками обрастать. У вас так же вот было? Вот. Вы потом увидите. Вот так же было? Да. Вот. А они не понимают, что без низческелетных веток дерево не может выкормить корни. Нижние ветки кормят корни, причем глюкозой. Они этого не знают, и самое страшное знать не хотят. Ведь сейчас опять получится, что Ольга Исакова скажет, не преследуйте меня, ну ты-то не учи людей добивать дерево, оно и так уже добитое, оно и так искалеченное. Все, вот это я сказал, так, и, наверное, мы на этом закончим. Как это говорится? Я хочу... А, давайте, давайте. Может быть, еще немножко, если можно. Нужно, давайте. Вы знаете, вот я хочу, я надеюсь очень... Вот тогда вопрос еще. А где тогда наука? А она есть наука. С ее силой, понимаете? И вот я очень надеюсь, с вами рядом, Елена Александровна. Елена Александровна, правильно я назвала? Правильно, правильно. Да? Да, да. Савинич Елена Александровна. Но она пока... У нее погоны, примерно в нойке, как погоны сержанта. Понимаете? Уже не рядовой, уже, а уже сержант. Но генералом она может стать годам к 70. Она, мы же не можем ждать, она молодая женщина. Мы же не можем ждать столько, пока от нее будет зависеть. Ну, в общем, положительные результаты надо очень рекламировать. Нам рекламировать, раз вот у вас подписчиков, по-моему, 10 тысяч, но это тоже хорошо. Понимаете, 10 тысяч человек, садоводов, а они сказали своим друзьям, и друзья прислушались, и вот нам-то, что самое главное, вырастить сады, а не губить, и не убивать сады, а вырастить сады. Ну вот. Ну вот. Я закончила. Ну, еще тогда скажу, вот вы знаете, здесь в Финляндии, какие сорные травы, борьба очень сильно идет. Это первый борщевик, и у меня был на участке борщевик, я выкопала все. А на втором месте сорная трава считается люпины. Но я когда это узнала, что люпины, люпины здесь действительно и вдоль дорог, они цветут, вот сейчас красиво, и едешь, а вокруг тебя люпины разного цвета. И, ну, я спросила Финку, говорю, а люпины-то за что попали в сорные травы? Она сказала, что они так быстро разрастаются и не дают развиваться флоре, финской флоре. То есть финские цветы, они как бы губят, понимаете, они дают им, не дают им расти. То есть они занимают пространство очень быстро, очень они такие агрессивные, агрессивные цветы. Вот так. Ну, теперь вроде все. Так, ну, ладно, давайте мы будем на этом заканчивать. Я очень рад вашему звонку. Вот, это вы сказали, не я, что это обман, что летом режь, зимой режь, весной режь, осенью режь. Вот. Да, ложь стала правдой. Ложь стала правдой. Дерево живое, живое, а любой живой организм, если вы будете, ну, просто даже царапину наносить, но живой организм, оно, конечно, будет болеть. А здесь они наносят, типа веретена, или чаши, или там нижние, они вообще, они как это, это прогноз на смерть. Самое интересное, Люда, она же как, они, если бы было здоровое дерево, да, перед этим, из-за чего был скандал, когда мой брат хотел заступиться за дерево, груши, ну, я сейчас не буду искать, появляется такой же снимок, как вот этот, который сейчас перед нами, вот, даже не вот этот, сейчас, еще раз, чтобы понятнее было, вот, сейчас я его покажу, ага, вот это несчастное, такой же появляется снимок, совершенно здоровая, семилетняя, груша, которая на седьмой год, еще не дала плодов, но уже появились цветочные почки, вот они, человек говорит, как ускорить, семь лет жду, и тут команда, отрезайте, четыре нижние скелетные ветки, мощные, которые в сумме составляют, 80 процентов кроны, я показывал, рассказывал, все, и вместо этого, чтобы сказать, ну, погорячилась я, эта же самая дама, вот, которая, ну, лишний раз фамилию не буду, погорячилась, ну, сказала гнупость, вместо этого, лютая ненависть, и самое страшное, что, вот, а там, там было здоровое дерево, она научила, как его убить, так, а здесь, зачем, вот это, перед нашими глазами, вы потом увидите, вот, она фотография черешни, да, только внизу у нее, несколько веток, искалеченный, штамп сделали, искусственный, но она же умирает, делай, переделай крону, а то есть, бери секатор, и дальше калечь, вот, это вот, и, вы знаете, нашла коса на камень, они ненавидят нас, а я не могу молчать, ну, как можно, вот это вот взять, и в очередной раз, уже больные деревья, то не трожьте, но они и здорово это учат убивать, прекрасную семилетнюю грушу, научила, из пяти веток, одна вертикальная, четыре в бок, четыре из пяти, отрезав 80% кроны, отрезайте, и даже, это, это ужас, это ужас, конечно, и я вот не видела, я смотрела документальные фильмы, про Мичурина, как он там занимался, садоводством, я не видела, чтобы он занимался обрезкой, и может, я, конечно, что-то еще не все там посмотрела, но он давал деревьям расти естественным образом, и яблони, вот, и груши собирали, вот, урожая, в его документальном фильме, там женщина на стремянках, ну, в корзину собирали, и вот не было видно, никакой обрезки, деревья были густые, очень высокие, очень высокие, и не, не, нет, с нормальной кроной, нормальной кроной, и еще хотелось сказать, это, понимаете, в чем дело, для меня, дерево, это, кто-то сказал, по-моему, из ваших учеников, это уже ваши ученицы, дерево, это замкнутая система, и представляете, замкнутая система, там все связано, каждый листик, и каждый корешок, который впитывающий корешки, там, большие корешки, все связано, и мы эту замкнутую систему, мы нарушаем, мы делаем, как бы это, как же это сказать, что, ну, как качел, например, раз, где-то выход, и пар вышел, а этого нельзя делать, это замкнутая система, там все связано, любая обрезка, это перерезка сосудов, вот он вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, циркулирует, и вдруг раз, перерезали, ради чего? Там по одним, да, там по одним сосудам идет все вверх, по другим сосудам, они... Не по другим, по этим же, вверх, и по этому же сосуду вниз, вы сами сказали, замкнутая система, замкнутая, и вдруг чик, перерезали. Да, вдруг чик, и все, какая-то замкнутая система нарушается, и получается, что болезнь и гибель дерева. Да, это, ну да, ну, в общем, мы уже перебиваем друг друга, потому что мы одной кровью, мы все одинаково понимаем. Извините. Это вы извините, надо больше вам слово давать, я привык командовать. Ну, этим я не прочью, в эту велитянообразную форму. И вы знаете, что обидно? Вот еще скоро, она сам, фильм скоро сам остановится, ну, такая, так это, я теперь, фотоаппаратом снимаю, но что мне обидно? Я не могу сюда влезть, и брат мой не может. Что должен сказать, вот это, вы понимаете, человек, кто-то из нас двоих должен, вроде бы даже долг гражданина, взять и сейчас сказать, ради Бога, опомнитесь, прекратите, никакой переделки кроны, не колечные, дерево умирает, умирает дерево, вот так. Сколько у грязи вылится, уже нервов нет, уже брат залазил, вылазил оттуда, это, вот, и заодно всех, меня, все, это сразу длютая злоба, а я думаю, может они, правда, вот специально, они не нанятые, но глупость, а тоже должна предел иметь. мы можем доказать, что вот правда, правда на нашей стороне, только нашими садами, но у вас доказательства, я видела все документальные фильмы, как вам приезжают там, вы показываете свой сад, это вообще, и пускай покажет сад тогда наука, которая выращивает, и которая делает обрезку, и какие там урожаи, они показывают обрезку, но они потом ничего дальше не показывают, хоть бы один раз, из сотен фильмов, ну, Люда, это я уже жаллю, хоть бы один раз, посреди лета, садят дебильный, искалеченный, с такой же искусственным штампом, двухметровый саженец, с листьями, садят в эту же яму, на наших глазах, докалечат его, вот, и где потом, ну, я знаю, что через месяц уже мертвый, ну, хоть бы раз, вот проследить бы за этим делом, но это и не цель, у них же серебряники уже в кармане, они уже получили за этот фильм деньги, ну, вот, это, конечно, все ужасно, сотни фильмов, и ни одного с продолжением, кроме моих, кстати, да, нам нужны сады, сады, живые сады, с урожаями, вот, они, наверное, не могут показать урожай, а вы можете показать деревья в свой сад, весь свой сад, и абрикосы, в Сибири, и персики, и груши сладкие, и яблони, и яблоки очень вкусные, вот, доказательства у вас есть. А есть только их, это, я почему говорю, нам не переломить ситуацию, потому что на одну мою публикацию про вред обрезки, тысяча, как надо резать, физически невозможно. Я думаю, нам надо опираться все-таки на науку, чтобы наука доказала, что дерево, это замкнутая система, и что нарушать эту замкнутую систему, губить, губить растения, губить дерево. Никого не переубедите. Вот, дело в том, что выпускница с этими лезвиками, которые, ну вот сейчас человека научили, вот, выпускница, да, научила и этого, самое, этого человека сейчас переделывать веретено, то есть, брать секатор и по полкроны убирать. Она, выпускница с этими лезвиками, она хвасталась своим шикарным образованием. Их там две такие, да. Дальше, этих учителей, в свое время, которые читают лекции там по шпаргалкам, по этим, по конспектам, у них тоже были учителя 5, 10, 20 лет назад. И те их так же учили, а тех тоже учили. А учителя-то вышли, Грель, Шредер, этот самый, о господи, не к ночи быть вспомняты. Они все выходцы с южных стран, они привезли эту агротехнику. Вот. А есть еще, на Украине есть еще свои классики, неудобно говорить. А в Белоруссии есть классики, неудобно говорить. Но они в могиле, как я их пинать буду? Вот. Они в могиле. Так ведь? Вот. Они все у нас, я боюсь фамилии говорить дальше, я еще парочку наших вспомнил. Вот. Человек, который в Крыму выросил сад и книгу издает. Кому ты ее издаешь-то? Ну, это. Он давно умер, а приемы те же. А все его наблюдения в Крыму. А он наш. А должен сегодня, знаете, какая была? председатель председатель союза императорского садоводческого общества. Как вам? Написал книгу. Вот где вы так оступились? Ну, прошло 150 лет. Да что же это дальше-то будет? Я говорю, вот где мы так оступились? Ну, я думаю, что все равно здесь как-то вот наука должна выступить. Нету, нету, нету. Когда Савинич, я перебиваю, потому что через, ровно через 50 секунд закончится само. Когда Савинич станет генералом садовым, там, академиком, вот, пройдет 50 лет. Так у нас устроено. Вот. Ну, ладно, 40, ладно, 30 лет. Все, Людмила, я не виноват, она сама отключается. Вот. Да лучше сказать. Вот, спасибо за... Спасибо вам, дорогой учитель. Ну, все равно фильм получился, я считаю. Все, до свидания, пока. До свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok